Дождаться скорой или самим ехать в больницу. Такой выбор регулярно стоит перед жителем микрорайона Крутые Ключи. Лариса Хохлова неотложку для своего ребенка ждала почти 6 часов. Буквально в этот понедельник у ребенка температура 39,5. Звоню в скорую. Здоровая семья нас перестала послуживать. Пришлось вызвать городскую нашу. Спрашивает ребенок в сознании. Я говорю, слава богу. Вызов был в 5. Они приехали в 11 вечера. В итоге первую помощь оказывали в местной поликлинике. На вопрос матери, почему скорая так долго ехала, ей ответили пробки. И таких историй у жителей Крутых Ключи десятки. У нас замечательный микрорайон со своими традициями, со своими правилами. Очень много добрых, отзывчивых людей. Но кто-то, видимо, сверху подумал, что здесь так все прекрасно и все так счастливы, что перестали рожать и болеть. Отрезать целый такой огромный микрорайон от экстренной медицинской помощи, я считаю, что это абсурд. До конца прошлого года этот участок в рамках программы обязательного медицинского страхования обслуживала частная скорая, здоровая семья. В Крутых Ключах даже располагался стационарный пункт. Там дежурила одна детская и одна общая бригада. Финансирование шло из территориального фонда УМС. Ситуация изменилась в декабре. Региональный Минздрав исключил данную территорию из списка участков, где может работать эта частная скорая и при этом получать за это деньги из бюджета. Объяснения были настолько смешные и карикатурные, что даже их озвучивать нет никакого смысла. Мы получили от территориального фонда 55 миллионов в 2015 году. Нас оштрафовали на 100 тысяч за то, что мы где-то что-то неправильно сделали. То есть несопоставимые вещи. Мы до сих пор открыты, мы до сих пор готовы начать строительство станции скорой медицинской помощи в районе Крутых Ключей и МИК-завода хоть завтра. Мы направили запрос в Министерство здравоохранения с просьбой прокомментировать ситуацию. Ждем ответы. А пока на вызовы в микрорайон Крутые Ключи приезжают общегородские бригады. Ситуация усугубляется. Масштабная реконструкция и ремонт Московского шоссе сразу на нескольких участках. Даже если местные жители захотят самостоятельно отправиться в медучреждение Самары, они попадут в ту же пробку. Пере будет следить за развитием событий.